Здравствуйте! Здравствуйте, друзья! При подъезде к городу Кистендилу мы решили заснять один исторический интереснейший объект, друзья. Это необычный мост. Вот посмотрите, пожалуйста, старинный мост у села Невестино. Интересно, что он называется Невестиным не потому, что село здесь называется Невестино, а потому что, по преданию, когда-то в середине 15 века здесь проходила турецкая армия во главе с султаном. Это середина 15 века. И вот предание говорит о том, что свадебный кортеж, который повстречался с султанской армией, в испуге разбежался. Осталась только невеста. Она оказалась смелой, по-видимому. Она подошла к султану, поднесла ему дары свадебные. Он был приятно удивлен и в знак ответа решил тоже ей подарить что-то и спросил ее, как тебя вознаградить за твое внимание ко мне. Она попросила, чтобы он построил ей мост для того, чтобы она могла просто навещать маму, не перебираясь на лодках, а просто по мосту. Ну, султан, будучи султаном, вот действительно, вся власть была в его руках. Вот приказал, и мост построили в середине 15 века. С тех пор вот он стоит в таком первозданном виде. В центре села, на перекрестке нескольких улиц, прямо в начале моста, стоит такая скромная статуя. Вот той самой невесте, которая дала имя этому мосту. На самом мосту сохранилась в оригинале каменная стела с надписью на арабском языке в память о благодеянии султана, построившего этот знаменитый мост середины 15 века. Невестин мост. Конечно, любителям истории и экзотики есть что смотреть в Болгарии. Оригинальная колонна, посмотрите, колонна. Значит, такие колонны обычно ставили вдоль дорог, вдоль улиц. Это совсем вот рядом с мостом. Здесь можно хорошо и отдохнуть, кстати говоря. Еще один удивительный артефакт. Посмотрите, огромная такая вот, как ее назвать, не знаю, тумба, наверное, да? Сверху легкий слой цемента на нее, чтобы можно было использовать, по-видимому, ровненько, чтобы было типа стола, может быть. Но внизу оригинальный тесанный огромный камень, который, по-видимому, был частью, нижней частью или базой колонны для моста в древности. Так она оказалась здесь, мне трудно сказать. Но здесь же рядом находится старинное каменное корыто, куда, по-видимому, шла вода из естественных источников. В данный момент сейчас это не работает, но, тем не менее, артефакты есть. И особенно удивительно, посмотрите, тоже огромная каменная глыба, но это не просто глыба, друзья. Это перевернутая верх ногами крышка, крышка от саркофага для захоронения видного аристократа. Позднеантичная, 5-6 века, поздний Рим и начало истории Византийской империи. Только что я с оператором подъехал в центр города, где планируем начать заснятие нашего фильма про Кюстендил, про город Кюстендил. И вдруг, вот как часто в Болгарии случается, нас ждет сюрприз. Оказывается, прямо вот в небольшом городском скверике, где много общественных зданий, здесь новые археологические раскопки, ну, свежайшие, свежайшие, свежайшие. Посмотрите, друзья, большие каменные плиты, это по римскому образцу, который мы выкладывали, вот, или улицы, или тротуары, или, может быть, какое-то большое помещение, торговое помещение, это были каменные плиты для покрытия пола. Вот, а здесь вот, посмотрите, вот прямо артефакты археологические. Вот, это кусочки керамики, по-видимому, это была вот ручка от кувшина какого-то или амфоры. Это вот стенки амфоры, прямо даже видны и какие-то вот украшения сохранившиеся. Вот можно просто вот так подойти в Болгарии где-то, взять себе на память и увезти домой. Кюстендил – это крупный областной центр в 80 километрах на юг от Софии, от Софии, и крупный бальнеологический центр. Древнее его название – Пауталия, в переводе с латинского означает «город источников», средневековое «велбышт» от слов «веле быть», то есть «вечный город», ну и современное – Кюстендил от имени средневекового болгарского удельного князя Константина. Побывать в городе Кюстендиле и не посетить его знаменитую галерею – это все равно, что побывав в Риме и не увидеть римского папу. Сейчас мы находимся перед художественной галереей, которая носит имя самого известного болгарского художника первой половины 20 века – Владимира Димитрова Майстура. Чем же знаменита эта галерея? Во-первых, тем, что здесь хранится более трех тысяч картин, половина из которых принадлежит самому Майстуру. На территории города практически в шаговой доступности находится очень много достопримечательностей и современных, и древних. Особенно вот интересно – одна из трех сохранившихся в Кюстендиле прямо в центре города турецких бань. Самое старое здание бани – это так называемая «дервиш-баня». Ну, слово «дервиш», наверное, всем знакомо и связывает обычно это слово с персидским мусульманским орденом танцующих монахов – «дервишей». Можно предположить, что эта баня обслуживала именно монахов, бывшего когда-то недалеко в этих местах ордена «дервишей». Несмотря на то, что эта баня не работает, источники здесь бьют. Температура воды доходит примерно на выходе до 70 градусов. Но в городе есть еще две общественные бани, которые используются местными людьми по традиции. Музыка 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 Кюстендил по территории – небольшой город. Я уже говорю, что население его состоит около 50 тысяч человек. Вот и поэтому все находится в небольшом таком, на небольшом поле, окруженном горами. Все близко и доступно. Вот мы сейчас подошли к древнему Асклепиону. Здесь археологические раскопки. Асклепион – это, скажем так, римские термы или центр здоровья античного мира в честь бога, медицинского бога Асклепия. От Асклепиона осталась большая парадная лестница. Вот она, вон там, большие каменные, по-видимому, мраморные ступеньки. Ну и по старой практике на месте бывших храмов древних, более поздние цивилизации, строили свои другие храмы. Например, известно, что вот сейчас, где находится бывшая мечеть Ахмедбея, построенная в 15 веке, вот здесь находилась средневековая болгарская церковь Святой Недели. И практика показывает, что вот на одном и том же месте несколько исторических пластов одного и того же предназначения. Здесь был древний Асклепион, потом средневековая болгарская церковь Святой Недели, а потом и мечеть Ахмедбея. Кстати говоря, сегодня эта мечеть является выставочным залом регионального исторического музея города Кюстендила. Ну и, соответственно, рядом здесь же, где вот археологические раскопки, мы видим, проводились не так, то есть достаточно давно, проводились достаточно давно, несколько слоев сохранилось. Мы видим, конечно же, и вот артефакты, которых очень много в Болгарии, в частности, вот в городе Кюстендиле. Совсем естественно, рядом с древнеримскими горячими источниками находится несколько бань. Вот еще одна баня, римская баня, древнеримская баня. Построена она на месте старых бань в начале 20 века, 1912 год, действующая. Вот горячая термальная вода здесь бьет. Это общественная баня. Здесь, в общем-то, есть такая интересная мозаика в римском стиле, которая нам показывает, ну, достоинства этого древнего города. Во-первых, здесь написано Пауталия, город-источник, как в переводе с латинского языка. Ну и здесь, здесь у нас написано Асклепий, то есть храм бога, медицинского бога Асклепия. И действительно, сюда можно приехать в обычную городскую баню и попариться в нескольких бассейнах с разной температурой. Ну, вода горячая, минеральная, она всегда полезна. Ну, а кому интересно, может спокойно об этом почитать в интернете. Город Кюстендил, Чифте, баня. В центре города, на пешеходной его центральной улице, через реку Струма, находится один знаменитый мост, который носит название «Женского моста». «Женский», потому что с двух сторон реки он украшен женскими фигурами. Каждая из них имеет свои индивидуальные характеристики. Вот, например, одна из них, которая вот за мной, интересная, естественно, женщина, вот, привлекает мужской взгляд, вот, но она держит в руке автомат, автомат. Другая из фигур тоже привлекает своей, вот, обольстительностью, но за спиной у нее в руке меч, меч. Это символизирует чистоту женщины города Кюстендила, может быть, даже ее вероломство. Вот. Две остальные фигуры по диагонали тоже расположены вот так, показывают богатство этого города. У одной, которая в полулежащей позе, в руках ковшик, которым зачерпывает горячую минеральную воду, в бане купается-моется, а у другой в руке символ богатства города – фрукт. В центре города, среди обычных домов, совсем незаметно, но очень достойно, находится еще один интересный памятник культуры и истории города – средневековая оборонительная башня под названием Пиркова Кула. От греческого слова «пирга» или «пиргос» может быть, что означает «башня». Можно сказать, что это одна из последних построек средневекового города Кюстендила незадолго до турецкого завоевания в конце XIV века, потому что башня датируется XIV – начало XV века. Эта средневековая башня, так называемая «пиркова Кула», стоит недалеко от взгория города, то есть являясь своеобразными воротами к античной средневековой крепости Хисарлыка, которая прекрасно сохранилась сегодня над городом в центре Большого горного парка. Кюстендил – не только крупный бальнеологический центр, но он и один из известных зимних горнолыжных курортов. Правда, он не может мериться с всемирными курортами, но построенные здесь в годы социализма горнолыжные трассы, они рассчитаны для уже обученных горнолыжников. Он находится примерно в 30 минутах езды от города. Кроме того, даже немножко ближе построен и первый на территории Болгарии фан-парк, так называемый. Настоящее царство отдыха для любителей зимних горнолыжных спортов. Так, ну вот, наконец-то, мы пешком поднялись в городе Большого горнолыжных спортов. Мы поменялись в парковую зону города Кюстендила. Называется она Хисарлык. В центре паркового этого комплекса расположен зоопарк, через который мы только что прошли. И вот подошли мы теперь к самой средневековой крепости. На самом деле, крепость не только средневековой, она античная, позднеантичная. Надпись вот у здания крепости рассказывает, что построена в конце, в четвертом, начале пятого веков, это как раз конец Древнего Рима и начало уже Византии, то есть раннего средневековья. Переделывали ее в шестом веке, то есть ремонтировали. Она функционировала во время первого и второго болгарского царства, это то есть практически до конца четырнадцатого века, и была разрушена османскими завоевателями в пятнадцатом веке. Единственное, что я еще хочу добавить, что на территории крепости обнаружено семь раннехристианских базилик и средневековых церквей. Сегодня это все археологические комплексы. Вот на территории крепости обнаружено несколько помещений с вот такими огромными амфорами. Посмотрите, какая толщина стенок. В таких амфорах, зарытых еще частично и под землей, это мы видим ее только как бы почти до половинки, почти она зарыта, это еще как бы над землей, содержали съестные припасы. Прежде всего это было зерно, а могло быть и вино. Где-то примерно до семнадцатого-восемнадцатого веков практика была содержать в них и вино в таких вот керамических сосудах больших. Они называются питусы. Музыка. 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 Засняв большую часть интересных исторических и культурных объектов в городе Кюстендиле, мы наконец-то решили пообедать. Но мы не случайно приехали вот в этот симпатичный комплекс, который называется, это гостиница-ресторан, тихий открыт, то есть тихий уголок, находится в пригородном селе города Кюстендиле, буквально в полутора километрах или в двух километрах от города Кюстендиле, село, большое устроенное село, называется Слокоштица. И вот я вам скажу, многие жители города Кюстендиле и гости города Кюстендиле приезжают именно сюда. Музыка. Так, мы зашли вот в этот знаменитый ресторан, который называется Тихий открыт. В самом деле тихий, уютный и очень симпатичный ресторанчик. И не просто ресторанчик, друзья. Это и смесь традиционного стиля в одном из залов, где мы только что были, где камин горит. И вот два зала здесь, ну, арт-зал, может быть, я бы назвал, да. Перед нами стоит собственник этого комплекса, Петер. Петрушев. Петрушев, фамилия Петер Петрушев, который вот с любезного содействия его помощницы Александры, вот она здесь тоже стоит, да, нам хотят показать и рассказать все, что есть интересного в этом комплексе. Но забегая вперед скажу, что вот только что нам Петер сказал, что они здесь Кока-Колу не предлагают. За Кока-Колу и пойдете в любой другой ресторан в городе Кюстендиле. Здесь предлагают только свои домашние приготовленные напитки и с бузини, и с фрукта в других. Ресторанта е отворен от 2003 година. Хотелската част дойде доста по-късно, но винаги сме се всушвали в клиентите. Опитваме се да сме по-различни от останалите. Предлагаме само домашна храна, домашни сокове, напитки. Ориентирани сме към по-зелената аудитория, тъй като имаме зелени покриви, които допринасят за по-благоприятния климат в нашу село и областта. Те са и доста голяма атракция, защото са с животни. Мы сейчас пройдем, посмотрим еще и его гостиничную часть. Ну а сейчас мы идем к библиотеке, я так понимаю, да, Александр? Да, конечно. Ой, это оказывается тайник, не просто библиотек. Мы зашли в комнату отдыха Велнис-центра. Вот только что Петр мне сказал, что это не просто комната отдыха, это даже и историческая комната. Вот посмотрите вот на эти деревянные балки. Они оригинального со старого дома его деда на окраине села в балке. Тихий открыт. Оттуда он перенес и название этого ресторана, ну и душевность этого старого дома. Ну, он говорит, что еще и в других комнатах тоже есть такие исторические моменты. Ну вот сейчас мы поднялись на второй этаж Велнис-центра. Здесь вот находится сауна. Сауна одна. Сауна. Сауна. Соляная. Соляная сауна. Ты сам ее знали? Нет, да. Это не было в Иванско. Здесь обычная финская сауна. Вот вторая сауна. Какая стата за массаж? Да. И массажная комната. Массажная комната, хорошая, просторная. Тоже все в таком теплом деревянном виде. Причем автор всего этого оформления сам вот собственник. Я вам сказал, что здесь есть прекрасный Велнис-центр. А здесь вот на крыше, получается, на втором этаже находится джакузи. Прямо на улице. Теплая вода. Джакузи находится среди небольшого такого палисадника с зеленой травкой, где вот видны следы пребывания здесь козочек. В осенне-весенний период мы видим вот... Я не ползу эти козлят, эти кусачки на покрытие. Петр говорит, что мы используем этих козлят вместо косарей, чтобы мы не косили траву, вот они сами ее поедают. Любезные хозяева пригласили нас посмотреть и несколько комнат. Оказывается, каждая комната тоже имеет свой дух и стиль. Сейчас мы находимся в комнате классического стиля. Вот. А теперь мы зайдем сейчас посмотрим комнату, морскую комнату. Оказывается, есть, но, к сожалению, занята еще римская комната. Есть комната Франко-Синатра. Есть комната Черная Роза. Но они сейчас заняты. Посмотрим только две сейчас. Прошу вас. Ну, здесь я вспоминаю картину Айвазовского «Девятый вал». Море, голубизна бесконечная, небесный шире, да, и звезды. Море, голубизна бесконечная, небесный шире, да. Море, голубизна бесконечная, небесный шире, да. Так, мне принесли журнальчик какой-то, а это оказывается меню под формой журнала. Ресторан «Тихия Кыт» — кулинарный журнал, буквально переводится с болгарского языка. Да, а мне сказали, что раньше у них было меню в виде газеты, а теперь это у них специальный кулинарный журнал. Продолжение следует... Продолжение следует...